Михалков высказал всё, что думал о скончавшемся Горбачёве. Никита Михалков прокомментировал смерть Михаила Горбачёва, первого президента СССР, даже после ухода с поста главы государства, обвиняли в распаде страны. Режиссёр объяснил причину такого отношения к политику. Никита Михалков выразил соболезнование в связи со смертью политика и назвал его судьбу трагической. «Я думаю, проблема Горбачёва в том, что это разный менталитет человека, управляющего краем и человека, руководящего огромной страной», — рассуждает режиссёр. Он отметил, что в своё время Михаил Горбачёв поступил неосмотрительно, поверив Западу на слово, что Альянс не приблизится к российским границам, не взяв ни одной бумаги по этому поводу. «Мы сегодня хлебаем результат вот этого», — сказал Михалков в интервью с журналистом «Пятого канала». Режиссёр отметил, что у единственного президента СССР трагичная судьба. Депутат Госдумы Олег Матвеевича в беседе с Федеральным агентством новостей рассказал, что Горбачёв выгодно отличался от своих предшественников. Он получил популярность потому, что был молодым по сравнению с Брежневым, близким к народу, с каждым разговаривал, выходил на улицы к людям, отметил депутат. Также эксперты назвали пять фатальных просчётов Михаила Горбачёва в политике. Ошибка Горбачёва номер один — красивый жест. По договору о сокращении ракет средней и меньшей дальности, подписанному в Вашингтоне 8 декабря 1987 года, Советский Союз уничтожил 1846 таких ракет. В их числе было 654 комплекса РСД-10, 149 ракет Р-12, те самые, что занимали боевые позиции на Кубе во время Карибского кризиса, 6 комплексов Р-14, 80 крылатых ракет РК-55, а также 718 оперативно-тактических ракетных комплексов от РК-22 «Темп». Ошибка Горбачёву номер два — линия предательства. Ещё одну фатальную уступку США Михаил Горбачёв сделал в июне 1990 года. Тогда СССР безвозмездно подарил США 43 тысячи квадратных километров своей территории в Беринговом море. В результате США без малейшего напряжения, фактически в нарушении действующего законодательства СССР и в противоречии Конвенции ООН по морскому праву, получили не только богатейшие рыбные промысловые районы Берингового моря, но и значительную часть континентального шельфа, в том числе перспективные участки нефтегазовых бассейнов Новоринская и Олиутская с большими залежами нефти и природного газа общим размером больше двух ярославских областей. Ошибка Горбачёва номер три — Карабах. Неутихающий конфликт между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха, который западные партнёры упорно пытаются использовать. В деле ослабления позиции России на международной арене изначально имел давний характер этнического противоборства, но спусковые крючки конфликта, вылившегося в итоге не в одну кровопролитную войну, сработали именно при Горбачёве. Ошибка Горбачёва номер четыре — Ельцин. К началу перестройки ни один из советских политиков не обладал опытом публичной борьбы за власть, и когда будущий первый президент России Борис Ельцин оседлал популистскую волну и стал стремительно набирать политические очки, Горбачёв и его окружение попросту оказались к этому не готовы, попытавшись использовать старые партийные методы, неловкие очерняющие публикации в прессе. Но ей уже мало кто верил, некрасивые пикировки на пленумах Верховного Совета сыграли наоборот Ельцину на руку, в результате Борис Николаевич в самые кратчайшие сроки стал народным героем. Ошибка Горбачёва номер пять — простота хуже вратства. Михаил Горбачёв искренне поверил в данные ему Соединёнными Штатами обещания по нерасширению НАТО на восток, бывший помощник министра финансов Соединённых Штатов Америки, политолог Пол Робертс считает это самой фатальной ошибкой покойного президента. Субтитры создавал DimaTorzok